Всякая вещь, явление, есть своя граница. То есть, есть граница и во всём, что Творец сотворил в этом мире. И мы знаем хорошо, прекрасно, да, современные исследования показывают нам, устанавливают, находят законы, находят закономерности, находят частные детали этого природных явлений и всего. Мы видим, что во всём есть определённость. Определённость. С микроуровня и макроуровня. Везде есть законы, законы не меняются, установлены константы, границы. Когда это было установлено? Вопрос очень интересный. Учёные считают, всегда существовало. Но откуда это всегда существовало? Видите, что есть такая сложная система взаимодействия сил, такая сложная система физических законов. Откуда они появились? Они все были установлены. Естественно, их невозможно найти средствами самой природы. То есть, эти законы природы, средствами своей природы никогда не найти, они находятся в них. Поэтому они установлены были до того, как один раз их невозможно изменить. Об этом то, что он говорит. И если мы понимаем хорошо головой, что невозможно изменить то, что прямо перед нашими глазами, то есть, неспосредственные законы, свойствы веществ и всякие разные проявления физического мира в этом. Всё, мы ничего не можем изменить. То, что есть. Мы это называем природой. Понимаете? Это единственное, что удобно говорить. Бог неуместно сейчас, да, этот человек. Не культурный получаешься. А если скажешь природой, там будешь её хвалить и говорить, что она необыкновенная умная природа, или она мудрая природа, или она гениальная природа, то это нормально. Это очень хорошо. То есть, когда природа, она творит и такое, и такое, и такое, ничего страшного. Мы вполне, так сказать, мы даже удивляемся, даже восхищаемся ей. Но тут нельзя говорить, что это Бог. Это не дай Бог. А сразу переводят в другую категорию. Но факт тому, что всё, что есть, всё, что мы открываем, всё определено, всё имеет границы. Но то, что касается людей, понимаете, сама природа – это только сцена, на которой разворачивается человеческая жизнь. Да, там происходит наша постановка, постановка, там мы в главных ролях. Какая нам разница, какая сцена, из какого дерева, из чего она сделана. Если люди интересуются, пусть интересуются. Тоже важно, это тоже важно, чтобы было. Но основное – это сама жизнь. А сама жизнь из чего состоит? Она больше состоит из событий. Событие такое, событие такое, событие такое. Стрела времени неумолимо движет всю историю вперёд. И хотим и не хотим, всё время какие-то события происходят. Так вот, человек очень хочет иметь какой-то контроль над ними. То есть он имеет желание. Он хочет, чтобы какое-то событие произошло. И как можно быстрее. А какое-то, не дай Бог, лучше его отодвинуть подальше, подальше. Вообще, чтобы его не было. Получается, что желание человека сталкивается с принамеренным планированием самого Творца. Ну, по-видимому, ясно, кто побеждает в такой ситуации. Ицатошеми таку. То, что Творец устанавливает, это то, что осуществится. Поэтому он говорит, нет, нет, нельзя увеличить того, о чём он постановил. Будет малым и уменьшен, а то, о чём он решил, что будет большим. Невозможно ничего поменять в этом материальном мире. Там всё предопределено, есть законы. Всё точно уже расписано. Невозможно ничего поменять. И не только в этом мире, в пространстве, в материи этого пространства. Но и по времени. Не дано задержать того, о чём постановил он, что произойдёт раньше. Самое страшное, по-видимому, полагаем, что человеческая смерть. То есть мы её хотим куда-то подальше. Если можно на 200 лет, на 300, на хоть на 1000 лет. Человек хочет жить, и он получил это в подарок, в своё удовольствие. Не хочу, чтобы они забирали эту жизнь. Но бывает такое, что Творец считает по-другому. Наоборот, он хочет это опередить. Думали, ну хотя бы 70, 80 или 60, а тут пораньше. Или наоборот, есть то, что человек хочет. Есть какие-то проблемы. Он слышит время от времени, что кто-то разоряется. Но пока он довольно хорошо живёт. Поэтому, так сказать, если мне суждено разориться, то если можно, как можно-то в конце, я знаю, там, 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 а вообще, да, снова это не... Или мы хотим что-то радостного, мы хотим это приблизить. Я ищущий дух, так я хочу это побестрее. Снова и желание сталкивается с желанием Творца. Что значит упование? Часть совершенного, цельного упования, когда человек понимает внутри души, что он не может, не может, никаким образом лягдим, он не может никаким образом опередить желание Всевышнего. Если установлено так, всё, это ничего не будет по-другому. Ну, дальше будем разбирать. Так что теперь ничего не надо делать, теперь уже не нужно стараться. Кто вам сказал? Сейчас мы это уже будем разбирать. Наоборот, он должен стараться. Это часть, это старание, это часть всего процесса, который, да, связан и с СОУ по баню, только сейчас связан. Отношение надо прояснить это. Но сам по себе он должен знать, что вы хотите знать, что такое упование? Упование о том, что когда придёт твоё время, оно осуществится, всё придёт. С этим ощущением надо жить. Без этого ощущения мы не те люди, мы другие. Мы не те люди. Ай спросит, а что мне это даст? Ведь это... Что даст? Вот два парня, да? Или две девушки. Оба ждут че духа. Один с меры упования, другой без этого упования. А один полагается на себя, другой полагается на Всевышнего. Какая между ними разница? Ведь тот, который полагается на себя, он делает все усилия, чтобы... Тот, который полагается на Всевышнего, он тоже обязан делать усилия. Ну, так это делает усилия, тот усилия. Внешний наблюдатель. Разницы не обнаружит, на первый взгляд. А если присмотрится? Увидишь, что есть разница разная. Первый, который полагается на себя, он делает все эти усилия, но он уже извёлся так, что он уже и потерял и чуть ли не аппетит, и уже вид, и я уже не говорю про всю свою нервную систему, расшатал до такой степени, что если даже уже пройдёт этот же дух, он просто не сможет там спокойно его пройти. Он его сам расшатает, не знаю, и упадёт вместе с ней. А с другой стороны, человек, который делает все эти усилия, у него есть упобаянение Всевышнего, как мы сказали, что у него есть, а какое невероятное благо, у него есть спокойствие души. Он делает всё то же самое, он обязан всё это сделать, он приклеен к желанию Всевышнего. Когда, Бонушка, тогда мне даже, а что я должен сделать? Позвонить? Звоню. Пойти туда? Позвонить туда. Мне надо поехать туда? Я поеду туда. Мне надо это сделать? Я сделаю то, что от меня требуется, я делаю. Это называется и штабилет усилие. А результат не от меня зависит. Если это она, а не она, когда она придёт, будет она. А если я не получаю, это моё лучшее благо, которое есть. Ведь кто знает, что такое благо? Мы тоже сказали, перечислили условия. Забыли? Чтобы не забыли это. Условия. Кто знает, что есть для меня добро на самом деле? Не моя фантазия, и не что люди думают об этом, а только тот, кто сверху увидит всю историю моей жизни, и знает, что на самом деле хорошо мне. И не только в этом мире, но и в мире грядущем, куда я должен прийти, и вся моя суть пребывания в этом мире, для того, чтобы в этот мир прийти. Это есть добро. Итак, мы видим, что ничего не получается, если мы захотим сдвинуть эти границы. Не в пространство, не во времени. Хотим, чтобы это было раньше. Не получится. Позже тоже не получится. Когда надо. Действительно, этот вопрос, он связан с усилием, который мы должны... Ну, он разбирает его чуть дальше, может быть, наберемся терпения. Продолжает Рабейну Бахья и говорит «Овсюду, где, как нам кажется, происходит обратное тому, о чем мы говорили». То есть, вроде бы, как бы нет границ, и вещь или явление в силу каких-то причин или человеческих усилий получает новые границы, то есть, что-то меняется, 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 меняется. Это происходит, потому что таков был изначальный замысел Творца. Изначально. Например, вся человеческая история. Ну, казалось бы, все меняется. Постоянно, что-то новое, вообще-то новое возникает. Какие-то новые, какие-то фракции, новые какие-то коалиции, какие-то новые, новые какие-то появляются действующие лица на сцене истории, которые и нам кажется, вот смотрите, вот новое появилось в этом мире и в других областях, или там, да или в науке, новые открытия. То, что касается научных открытий, это даже смешно даже обсуждать. Жалко этого даже на это терять время. рассказывает, я не знаю, если это было правда или нет, что яблоко упало на голову Ньютону. Так, в крайней мере, где-то. В детском саду нам рассказали, осталось и в голове. По-видимому, стухнуло хорошо, так что, до такой степени, что он, вот видите, законы Ньютона он раскрыл. Раскрыл законы физики. Теперь, скажите, это Ньютон, он тот, который эти законы, он придумал, он изобрёл, он тот, благодаря которому они существуют в этом мире. По-видимому, эти законы существовали до Ньютона. Тысячелетия, столько времени, сколько существует этот мир. Единственное, что никто на это до него не обратил внимания. Почему Ньютону это раскрылось? Согласно наше понимание этого мира. Потому что Творец раскрывает никто другой. Только Творец раскрывает человеку все секреты этого мира, потому что есть повеление в Ковшо. Мы должны овладеть этим миром. Теперь это овладение этого мира должно произойти в любом случае. Единственное, что по плану Творца, не раньше и не позже, оно существуется только в определенное время. Когда пришло это время, то Творец раскрывает наиболее достойному человеку, то есть тому, который более всего старался, подготовить тот самый сосуд, чтобы получить это. То есть он пытался это понять, но в своей голове это не доходит. И тогда нужно какое-то, образно говоря, яблоко, которое упадет тебе на голову. И история научных исследователей, он прекрасно знает, это написано во всех книгах, о том, что все новые открытия, они не были результатом последовательных рассуждений, которое привело к этому открытию. Новые открытия никогда не находятся в области старых изысканий. Оно совершенно новое должно быть. Мино приходило как озарение у всех. То есть это было 99,9% пота, казалось бы, впустую, и потом 0,1% вдруг приходит. А, озарение, приходит какая-то идея, которая открывает полностью какое-то новое направление. И это в руках, Все это, ничего нового нет, все было запланировано. Все открытия были запланированы. Все открытия. Возможности электричества существовало столько времени, сколько существует мир. Но никто не подозревал, не знал, что можно вообще использовать это в своих целях, и вообще, что такое существует, пока Творец не раскрыл это на человеку. И так далее. Теперь, это то, что в этом... Он говорит, то же самое человеческая история, появляется что-то новое. Какая человеческая история? Все же мы знаем ее с конца на начало. Мы знаем, что будет в конце истории, мы знаем, ничего нового не происходит. Все эти силы, которые развиваются в этом мире, они уже описаны в Торе. То есть, то, что он говорил, а, вы думаете, что это было вот так и так, нет, это все на самом деле уже все заранее было запланировано, еще до того, как, и ничего нового даже в том, что кажется, что появляется новое, в мире нет. продолжает он и говорит. Тот, кто не понимает, как происходит управление делами в этом мире, считает, что постоянно обновляющиеся причины обуславливают изменения в вещах, явлениях и их взаимопревращения. Тут он в Бенбахе входит в тему, можно сказать, пророческим даром, предвидя тему эволюции, человеческой мысли, которая дошла до того, чтобы только стряхнуть себя. Это Оль, Оль Ига, возможное Всевышнего, пришли к идее о том, что мир образовал сам самого себя. Все, что мы видим, само себя образовал. Сам по себе. Что-то взорвалось. Помните? Взорвалось. Сильно взорвалось. И вот мы после миллиардов лет тут сидим, разговариваем, лекции даем. Удачно взорвалось. Очень удачно. То есть весь мир со всей сложностью, видите, это результат этого взрыва энергии. Человек может даже дойти до такого абсурда. Кто-то считает, это вершиной человеческой мысли, вершиной достижения понимания этого мира, который может быть. Настолько человек может оказаться слеп в своем пристрастии, предвзятости. Так вот, он говорит, однако причина сама по себе на самом деле. Если нам кажется, что есть причина, да, и вот она, вот она, вот она. Да он говорит, смотрите, причина сама по себе. Сама по себе. То есть сама по себе. Понимаете, что сама по себе. Нет у нее причин и причин. Она причина сама по себе. Она та, которая породила. Она говорит, ну не можем, присмотритесь к ней. Она слабая незначительность, чтобы из неё произошли изменения и превращения, как это мы видим на примере пшеничного зерна. Тогда особенно, видите, научное развитие ещё не достигло своих вершин. И то, что мы знаем, тогда не знали, вообще не знали даже приблизительно. И поэтому на его уровне понимание того, что тогда понимали, он приводит пример. И просто здравый смысл говорит из его уст. Он говорит, так, присмотритесь. Одно зёрнышко может произрасти 300 колоссий, и в каждом из них 30 новых зёрен. Таким образом, одно зёрнышко становится причиной появления около 10 тысяч новых. Вау! Одно зерно порождает 10 тысяч зёрен. Но разве можно не видеть, что сила одного зёрнышка слишком мала, чтобы произвести такое количество нового зерна? Неужели вы хотите сказать, что одно зерно, оно в состоянии, оно является причиной? Она, она, вот это зерно, это семя является причиной появления новых 10 тысяч? То же самое и с другими видами посевного материала, который сеет и высаживает. То же самое относится к зарождению человека и животных из капли семени или большой рыбы из крохотной икринки. Какая-то икринка, какой-то кит. Какой-то из... Кит огромный, из чего? Из вот такого-то. Помню, один человек меня спросил, говорит, я ничего не понимаю, как может быть, что из семени, из зерна, который весит 0,01 грамм, развивается дерево, которое весит несколько тонн? Как это может произойти? Только подумай, то есть оставить в покое, так сказать, разумное объяснение, которое нам сейчас объясняют, как это произошло, делится, ну, все, 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 все расскажут, все очень хорошо расскажут. Ну, давайте посмотрим на здравый смысл этого конечного результата. Из такого вот вдруг... Мы просто привыкли к этому. Нам кажется столь очевидным, ну, естественно, зерно. И зерна произрастает, дерево, весит несколько тонн. Ну, а что такое, ничего страшного. Ну, а что вы хотите? Прошло много времени. Вот, постепенно-постепенно. Что постепенно-постепенно? Почему мы не думаем о том, что вот плодовое дерево? Знаешь, вот, мне ничего, она не... Сам лично не понимал это. Персик. Куда он взялся? Смотришь, семя, да, вот которое. Вот как это выросло? Семечко, которое посадили, да? Это персик. Вообще не персик. Ни вкус, ни похожий. Ну, ничем, ну, никак. Куда его посадили? В землю. Попробуем землю. Как персик. Вкус персика. Ну, вообще никакого отношения к персику не имеет. Давайте попробуем. Дерево. Самон. То же самое. Ничего. Откуда вдруг появилось это? Это вся проблема, что мы просто привыкли к тому, что и вообще есть такое понятие плодовое дерево. Ну, это же абсурд. Для чего вообще должно быть плодовое дерево? Дерево просто так, как-то еще можно понять, а не знаю, каким образом. Но плодовое дерево. Почему они должны давать такие плоды, которые совершенно не относятся ни к чему из составляющих, которые это породили? То есть, он спрашивает такой вопрос. Послушайте, это вопрос эволюционного развития, то есть, что значит эволюционного развития? Это случайного развития, то есть, это не, 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 есть какая-то причина-причина этому, не дай Бог. А оно произошло само по себе, спонтанное развитие на протяжении долгого времени. Вот видите, долго-долго бились, и вот прибились. В люди выбились эти молекулы. Вот, видите, стали то ли деревьями, то ли животными, то ли ещё чему-то. Самоорганизовались. Хотя мы такое нигде не видим вокруг себя. Но это уже столько нас убедили, что нам кажется ясным и очевидным, что наверняка всё самоорганизовалось. Организовалось, видите, из ничего, часть молекул, тех же самых молекул. Вот стало столом, а часть, видите, стала, вот я и вот разговариваю, а часть осталась в воздухе. Вот как-то распределили обязанности эти молекулы. Он говорит, неужели мы придадим силу вот этому зерну или семью, из которой всё, вот оно породило. То есть и само зерно, оно ничего не... Давайте возьмём зерно, давайте зерно, давайте будем держать его. Оно породит что-то? Оно не породит. А когда оно породит? А, давайте его, это самое, в землю. Ну, давайте закупаем землю. Породит? Ещё нет. А что не хватает? Не, надо теперь водичку полить. Полили водичку, очень хорошо. А что ещё нужно? А, ещё солнце нужно. А, ещё нужно какие-то... А ещё нужно, чтобы почва подошла. А ещё... То есть, получается, что само по себе это ничего не произрастает. То есть, когда мы всегда говорим, смотрите, они говорят, вот мы давайте объясним этот механизм, каким образом из маленького семени произрастает, большое дерево даёт плоды. Очень хорошо, большое спасибо. Это всё случайно произошло, естественно, случайно. Каким образом случайно? Вся эта система, которая позволяет только при таких условиях, и это при таких условиях, нужно и это, и это, и это, и это всё вместе. Вот только это позволяет, чтобы появилось в мире, произошло это растение. А это откуда всё произошло? Вообще даже этот вопрос не поднимается само по себе. То есть, каждый из этих... Ни солнца, ни причина, ни земля, ни причина, ни само зерно по причине. А всё вместе собрано, оно только позволяет это сделать. Это о том, о чём говорит. А если всё вместе собрано, значит, у всех всё собрано, должна быть своя причина, которая, она является причиной всего вместе взятого. Не это, не это, не это. А есть причина у этого, 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 этого. Значит, она вне этого. Извне всего этого. И вне этого зерна, и вне самого почвы, и вне солнца, и вне... Та, которая составила всё это вместе, и которая так толкает, чтобы это всё произросло. Человек должен делать, согласно Торы, усилия, чтобы что-то добиться. Человек заболел, человеку что-то нужно пропитание. Если всё от Всевышнего, всё предопределено, я же ничего, в принципе, не могу изменить. Я сяду, ничего не буду делать. Вопрос, может быть, ещё дадим, это принципиальный вопрос, да, не буду делать. Так вот, ответ он, что это нельзя так делать. Точнее, снова, можно так делать. Но это уровень служения, который не по уровню уж точно не нашего, чтобы никто тут не пришёл к какому-то заблуждению в этой области. С тех пор, как произошёл первородный грех, мы не получаем всё в качестве безусловного подарка от Творца. Не можем получить, но не можем получить. Всё должно прийти через усилия. Это часть проклятия. Сказано после этого греха первородного, в поте лица твоего будешь есть хлеб. Невозможно есть хлеб. Хлеб – это символ всего, что человек хочет, без пота, без того, чтобы сделать какое-то усилие. Невозможно. Понимаете, это тема центральная, важная. Тема Иштадлут – это тема сама по себе. На что это похоже? Это похоже на то, что есть ребёнок. И, в принципе, он хочет поесть, кушать, кушать хочет. В принципе, мама с папой о нём заботятся. Можно сказать, даже набили холодильник едой, самое лучшее, здоровое, которое может быть. И ребёнок может ходить вокруг да около и говорить, смотрите, родители хотят, я буду сытый. Но, по-видимому, он умрёт. Я не знаю, это сказать, или там пострадает, будет голоден. А единственная возможность, которая есть, от него требуется хотя бы, смотрите, всё для тебя приготовлено. Открой только холодильник. Смотри, там всё есть. Вот, возьми. То есть, невозможно добиться чего-либо без усилия, порой минимального. Но только сходи в банк и вытащи деньги. Чего ты сидишь? Есть у тебя? Всё уже есть. Надо только вытащить, ты же не делаешь этого усилия. Минимально. И порой усилия должны быть действительно большие. Какую меру усилия – тема сама по себе. Но без усилия, без того, что мы не предложим наши усилия. Мы не можем получить то, что нам уже положено. Нам это положено. Нам это усилия принадлежа – получить. Это то, что он говорит. Все заботы человека, делах этого, его усилия ускорят то… Он говорит о том, смотрите, усилия нужно делать в любом случае. Это то, что сказали, да. Сейчас он хочет сказать мысль, снова повторяю, укрепляю. Невозможно ускорить то, что назначили более поздний срок. Не получится. Задержать то, чему он назначил быть ранее. Не, 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 не надо. Боже, если бы… А, не надо, это, блин, сейчас, попозже. Можно? Нет. Увеличить то, о чём он решил, что будет малым. Мы хотим увеличить доход, а Творец решил, что он не будет таким большим, будет малым. А, значит, у нас не получится. Уменьши то, чему предопределил он быть большим. Если всё это не направлено на исполнение заповедей. Тебе обратите внимание, исключение из правил. Полное исключение из правил. То есть всё, что связано с исполнением заповедей, изучением Торы, человек обязан прикладывать максимальные усилия. Тут всё связано только с желанием человека. И в этом проявляется его свобода выбора. И тут от него зависит, в какой степени он усилия приложит. Продолжение следует...